Всем привет, друзья! С вами снова я, Адди, и сегодня мы продолжаем играть в игру The Elder Scrolls V Skyrim. Сегодня у нас уже четвёртая серия, та, четвёртая серия, и в прошлый раз мы остались на том, как пришли на ветреный пик, зашли в храм, забрали золотой коготь у Арвела, но его так зовут. Убили тут одного Драугра, вот этого, и вот тут вот остановились. Так, у него больше ничего такого нету, что подарить? 11 плюс 2. А моё оружие? Тоже 11 не носит, но в чём разница? Не знаю. Чуть-чуть влагает. Собственно, давайте пойдём дальше. О! Так, у нас сегодня Драугра стал. Кстати, нам надо повысить уровень. Сейчас. Драугра убьём. Давайте повысим уровень. Котор. Давай, что такое? Так, повысим, наверное, запас сил, потому что запас сил, он не менее важен для войн. Так, сейчас мы с вами прокачаем блокирование. Не ругала. На тебе. На. На. О, добивание. Обожаю. Так, что у тебя. Урон 9, а у нашего охотничьего урон 8, поэтому мы этуку возьмём. Стрелы возьмём, они лучше, чем у нас. А, наше оружие мы тебе подарим. Ну всё. Так, ты не встанешь? Нет, ты лежишь. Так, тут у нас... Надо аккуратненько... Так, смотрим мы именно бок, и мы вот так проходим. Всё. Союзон. Сохраняемся. Кстати, я же... Лук в избранное не добавил. Думаю, сейчас мне как раз луком придётся часто пользоваться. г вот вот так и даже вот на этих дистанциях не всегда конечно чувство все таки давать так стольное меча тоже выбранное добавлю и почему я имперский меч добавил я хотел добавить а вот как раз помню это место опа огонь я сам говорил у тебя тут тоже ничего такого интересного так еще один драга это быстро уровень повышается на доиграл саппай со своей секирой так но вручное оружие пока что я не буду использовать в будущем возможно но не факт так пока что у нас одно ручное оружие ищет по плану идут так сохраним все здесь потому что и 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 нужно зажать именно силовой атаку делать он уже почти мёртвый ой железный шлем не нужен активируем цепь и проходим дальше собираем вот эти древочки светящиеся мало ли хороший все вроде все собрали тут и здесь есть сундучок золотая отмычка огневый шар а тут был чёрт ого-го о о Давайте-ка мы попробуем использовать Огненный Шар. Один раз используем. Один Огненный Шар. Да я там его в шашлык, наверное, превратил, этого Драугра. Он с лицом руками закрыл Ла. Это женщина, похоже. Ну да, судя по всем это, женщина какая-то на Узболь на куда? Стой. Вот так. Так, что там у нас, СО. СОО он вдруг на новичке. а золото потом продадим может быть или сами будем носить уже по сути такой же как и шлем на мне сейчас но мой шлем он как то так вот это гладиатор все мне кажется еще вот тут сейчас и убьем я думаю спокойно это мне щит не помог она а у нас тут с одноручным оружием вот это вот мы прокачаем боевую стойку это полезно так ученик это уже лучше чем новичок с первой отмечке звонка что ли ух хорош это для магов конечно все мы все таки не маг ну ладно все равно возьмем потом как я уже говорил мы возможно займемся магией будущем с и с и и и и и и капец что так долго г гуришь гуришь вон а шпар до самого верха поднялся я запустил паузу потому что не могу что с чего ученики какие то звуки пары ай 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 м а а а а а а а а и а а а все есть а это хорошо но будет еще потом алхимию попробовать покачать, но алхимия, она для меня уже больно трудно всегда качать, когда я не играл скорее ничего там, как-то уж что было непонятно через чур. И поэтому не факт, что у нас получится. Но всё равно пушку какие-то зелени, то получится на насыдать. Так, что это у нас? Ага. Вот, вот это место, где мы будем, собственно, открывать дверь. Нам нужен ключ, ну, то есть, коготь. И давайте на него посмотрим. Так, у нас какой-то медведь, судя по всему, потом птица или бабочка и сова. Медведь, бабочка, сова. Так. Здесь медведь у нас. Здесь бабочка. А здесь сейчас будет сова, да? Да, всё, медведь, бабочка, сова. Ставим коготь. Так, всё, дверь открывается, отлично. Такое место странное. Какой-то коридор подлинный. О, господи. Твою мать, птицы. А, нет, это не сундук. Просто показалось, что это был сундук. Так, ребята, у нас наступает схватка с боссом. Решающий момент для нас. Опять вы. Птицы. И в этот же момент сейчас наступит перелом для нашего норда. Он станет... Ну, не буду спойлерить. Возможно, вы ещё не знаете, кем он станет. Но... Скорее встанет. Вот из-за этого фигни. А для начала... Давайте... Изучим её. Мы изучили. Сейчас будет битва. Теперь давайте нанесём какой-нибудь яд вот сюда. Сейчас у меня... На! Ух ты ж. Ух ты, фига, ты мощный. Ух ты ж. Ты нас сейчас убьёшь. Ух, ух, ух. Так, зелье, зелье. Всё, готов, парень. Ух, ух, драконий камень. Так, вот это вот. Это то, что нам нужно, ребята. Берём. Естественно. Возьмём. Возьмём. Секира холода, это мы... Прибережём её. Орочий боевой топор. Вот это неплохо, кстати. А у нас... Так, это 14, а остальное мечеть есть 11. Так, убрать из-за этого. Наверное, мы будем пользоваться вот этим топором. Раз он так клёво наносит дамаг. Почему бы нам его и не использовать? Вот у нас крик. Но мы пока не можем его использовать. Так, давайте посмотрим. Что-нибудь интересное может быть здесь есть? Я здесь никогда не был. Ну, в смысле, я всегда убивал этого чего-како доиграл и шёл дальше. Я никогда ничего тут не следовала. Мне почему-то кажется, что это тут вполне себе может стоять. Сундук. Но что-то нет, не видно. Ладно. Тогда просто пойдём отсюда. Просто уходим. Уходим отсюда. Открывается скрытая дверка такая в стене. Так. И... Здесь у нас, похоже, выход. Сундук. Золото. Так, тут череп. Вот это, кстати, всё возьму. Это мне потом пригодится для зелий. Всякие эти кирноцветы. Они для разных зелий нужны. Ну и всё. Выходим, ребята. Мочилова закончилась. Теперь отправимся в Ривервуд. Отдадим торговцу его коготь. И получим денежки за это. Конечно же. Так. Ну сейчас мы с вами отправимся в Ривервуд. Так. Это у нас, кстати... Это просто камни. Отправимся в Ривервуд. Так. Здесь далеко идти. Давайте, наверное, лучше... Фаст-тревелом это сделаем. О, господи. На мира. Ну, ясно. Человек такой лежит на него. Вот это вот. Фильню опускают. Так, торговец, наверное, работает ещё сейчас. Узнаю, вот, знаем. Да, дверь почему-то открыта была при этом. Ну, зайдём тогда внутрь. И отдадим ему этот коготь. Здорово. Покажи, ворюгам, что бывает с теми, кто крадёт улука на Валерия. Уже показал. Чем скорее ты найдёшь кого? Золотой кого пьянья. Ха-ха-ха, вот он. Странно. По-моему, раньше он был больше. Забавно, правда? Я верну его на место. Я не забуду тебя. Твоя помощь мне и моей сестре неоценима. Четыреста золота. Неплохо. Так, возьмём это золото. Теперь мы можем его подать легально. Чем ты это делаешь? Лучше, чтоб в тебя бросить, естественно. Ладно. Это делаю так просто для прикола. Дели регенерации я тоже украду. Так, вот эти вот круги сыром мы возьмём. Так, тут я как помню ничего не осталось. Да, всё спёр уже. Ты не против, если я у тебя возьму? Вино и вот эту пищу. И, кстати, использую котелок твой. Я знаю. Так. Вот это мы сделаем. И у нас просто нету больше ингредиентов. Ладно, выходим. И сейчас, ребята, мы с вами направимся в Вайтран. Сообщим Ярлу. Ну, только давайте вначале зайдём в таверну и посмотрим, что у нас тут есть. В таверне. На что ты там пялишься? Есть у тебя эльф или пёд? Ну, возьми вино. Да, да. Какого-то не услышать. Эльф скоро испортится. Нам понадобится новая партия. Дельфина. Ты слышишь? Я тебя знаю. Это ты тут всё разнюхиваешь. Рассказывают, будто Ульфрик-буревестник сбежал от имперцев. Теперь война ещё сильнее разгорится. Так, я тут поправил. Надеюсь, было. Люди говорят, что на Хелген напал дракон. А как по мне, брехня? Ага. Ну, ты скоро узнаешь, это всё не брехня. Значит, со слухом у тебя всё в порядке. Просто сделай так, чтобы мы получили новую партию вовремя. Куда? Ничего интересного? Ну, кстати, вот с этим ничего о помощи поговорим. Нужна комната? Обратись к Дельфине. Что посоветуешь? Вот, посмотри-ка. Люди Ярла зашли и оставили это объявление. Хорошо. Где можно знать что-нибудь о магии? Хочешь себе жизнь испортить? Говорят, маги от чар сами взрываются. В Винтерхолде есть коллегия. Там учат магию, если только её не взорвали ещё. Безопаснее будет поучиться у придворного волшебника нашего Ярла. Конечно. До встречи. За десятикратную цену. Безопаснее будет в коллегии учиться. Ладно, пока. Я пошёл. Кстати, что там нам за указ такой дали о награде. Агро 106 издаёт указ. Всем боеспособным мужчинам и женщинам владения Вайтран. Бандиты, засевшие в месте под названием лагерь чистых родников, причиняют беспокойство. Грабят, нападают на жителей. Что-то там под ногами валяется. На жителей и приезжих. Объявляются награды любому, кто убьёт их вредводителя. Провентус Авиничи. Хорошо. Я с этим отберусь, но для начала всё-таки, наверное, схожу в Вайтран. И сообщу Ярла о том, что на Хелкин напал дракон. И нужно при слатье подведения приверут, чтобы на него тоже не напал. Пойдём, естественно, пешком. Других вариантов у нас нету вот по вот этой дороге. Не спешаток. Уберем. Ну, параллельно можно и поохотиться, кстати. Так. Я вижу. Что-то запоздало произошло. Стой. Олень, ты где? Я хочу тебя убить. И получится таким образом в него попасть ещё. Не лагай. Всё норм. Если я не ошибаюсь, что по этой дороге, вот сейчас пока мы идём, мы сейчас один квест можем взять. Идём по этой. Оба же, оба же мои. Напугал меня. Оборзел. Голчан, тупой. Блин. Ну ладно. Просто в Ривервуде же есть кузница, а под ней лежат халявные железные шлифы. И я их не взял. Ну, ё-моё. Вот на этом месте мы могли бы взять квест, но... Сейчас его нету. Он появится потом. Такой интересненький короткий квест. Красота. Да, дождик идёт. Впереди уже видны вершины домов. Дворец Ярлован. Вайтран. Нам видны стены. Вайтран считается столицей. Торговой столицей Скайрима. Он стоит в центре Скайрима. Ну, то есть, на запад Маркарт. На восток, получается, там, Винтерхолд, Виндхельм и Рифтон. Ну, если так, обобщенно говорить. Ну, ещё на юго-западе у нас, значит, там, Фолкрид, по-моему, или не Фолкрид. Или Маркарт. Нет, Маркарт у нас в самом западе. Вот он, Маркарт. А вот где-то здесь у нас какой-то город, по-моему, стоит. Да, вот он, Фолкрид. Здесь у нас Морфол. Кстати, у Морфола вот в этом Блоте много всего интересного. Так, Салетют это у нас, как бы, считается столицей Скайрима. Главным имперским городом. Он построен на таком отвесном камне. Тоже красиво, кстати. Донстар это такой маленький городишко, ничего там интересного. Вот Винтерхолд с коллегией его. Но мы пока туда ещё не добрались. Винтерхельм. Можно сказать, база. Ольфри ГБ и Вестника. И где-то тут Рифтон. Вот он, Рифтон. Владение гильдиворов. Да тут мы, естественно, тоже потом доберёмся. И, возможно, станем вором. Когда мне надоест тяжёлая броня. Но, думаю, это будет не скоро. Так. Ну, а пока что... Идём посмотрим, что у нас тут. Впереди я вижу какое-то сражение. Чёрт. Всё. Я тебе, кажется, не попал. А вот сейчас, по-моему, попал. Ладно, его, короче, убили там, наверное, без меня. О, нет, я попал в кого-то. Ну, что же он так лагает-то, а? Первую же серию таких лагов не было. Честно, всё это мы сейчас уберём. Здорово, ребята. Что? Мне показалось, вам не нужна была помощь. Конечно, нет. Но настоящий воин только обрадуется возможности сразиться с великанами. Поэтому я здесь, с моими братьями по оружию. Что такое, брат по оружию? Ты не отсюда, так? Не приходилось слышать о соратниках? Орден воинов. Мы братья и сёстры по доблести. Мы приходим на помощь, если плата достойна. Могу я присоединиться к вам? Не мне это решать. Тебе нужно поговорить с подлоком белой гривой в Йорваске. Старик в людях разбирается, посмотрит тебе в глаза и скажет, на что ты годишься. Если пойдёшь к нему, удачи. Хорошо. А, пустой великан. Так, это, я так понимаю, у нас соратники. Вот эти вот люди. И уж куда-куда, а в соратники мы точно вступать будем. И как можно скорее, потому что... Соратники это орден воинов, как нам сказала Эйла Охотница. А мы, воины. Мы Норд. Мы должны сражаться за честь. Идиться насмерть. И вот мы уже прибыли в Войтан практически. Уже до конюшни добрались. В опыте, конечно же, будем собирать все эти ингредиентики. Хочешь поговорить со старыми женщинами, м? Нет. И сделайте свои добрые детства. Но. Не хочу. Со старыми женщинами говорить. Так. Ладно. Сейчас, сейчас зайдём в Войтран. А там уже... ...далеко... ...недоярло. Доберёмся. Так. Это чё за чувак тут? Стой. Из-за драконов город закрыт. Проход только по официальной надобности. Так. Хорошо, скажем так. У меня есть новость о нападении дракона из Хелгена. Ой. У меня есть новость о нападении дракона на Хелгена. Ладно. Но смотри у меня. Ну ладно, посмотрю у тебя. Умник такой. Так. Ну и что же. Откроется у нас город-то. Да, всё. Откроется. Говорят, на Хелген на полгроков. Ха. Да я скорее склонюсь перед ульфриком-буревестником. Да и не станет Серая Грива ковать мечи для Легиона. Будь подводным. Серые Гривы или сыны битвы? Эм, что? Луинь камни-то из ушей. Я спрашиваю. За кого ты? За Серых Грив или сынов битвы? Я не понимаю, что ты спрашиваешь. Недавно в городе, да? В Вайтране есть два старых и уважаемых клана. Разница в том, что Серые Гривы предали империю. А мы, сыны битвы, остались ей верны. Так что я спрашиваю ещё раз. Серые Гривы или сыны битвы? Ты либо с братьями бури, либо просто без мозгов. Так или иначе, нам говорить не о чем. Здравствуйте, империя. Да пошёл ты. Если хочешь чего прикупить, у меня есть тут пара вещиц. И внутри ещё побольше. Да, и не пишите в комментариях о том, за какую мне сторону играть. Я сам решу. Я выбрал братьев бури. Захотел за них. За них я пройду в секвесты. Надеюсь. За имперцев пройдёт кто-нибудь другой. Хорошо. Тебе не нужна помощь в кузнице, Андреана Авинича. Вообще-то да. Как ты думаешь, сможешь выковать железный киндал? Вот всё необходимое для работы. Приступай. Давай. Если что понадобится, загляни в магазин. Так, вот кузница. В кузнице вы можете ковать оружие доспехи из имеющегося сырья. Так, нам сказали выкопать... Выкопать. Выковать жилет и кинжал. Вот он. Да. Да. Какое славное оружие у тебя будет. Да, очень хреновое, но славное. Так. Я не говорю. Неплохо, но туповат. Не хочешь его заточить. Тебе понадобится кусок металла и точильниками. Он там. Хорошо. Ладно. Сейчас заточим. Так. Нам сказали заточить железный кинжальчик. Да. Так. Отдаём вам кинжалу. Я помогаю отцу куда больше, чем люди думают. Вот заточенный жилет и кинжал. Неплохо. Всегда ухаживай за оружием, и когда придёт время, оно тебе отлично послужит. Хорошо. Хочешь ещё мне помочь? Может, поучимся изготавливать броню? Начнём с выделки кожи на растяжке. Так, кстати, у меня же куча кожи. Сейчас мы её как раз. И всё на растяжке-то и сделаем. Волчью. Ну и оленью ещё сделаем. А медвежья шкура я не буду тратить. Я помню про один квест. И тебе нужно копить 10 шкур. Поэтому... Если хочешь чего при... Так. А, хорошо. Кожа много где используется. В лямпах, креплениях, застёжках и так далее. Посмотрим, сможешь ли ты изготовить сыромятный шлем. Вот остальное, что тебе понадобится. Хорошо, давай. Если что понадобится, загляни... Сыромятный шлем. Так, мы тоже в кузнице делаем. Сыромятная. Сыромятный шлем. Где? Да. Да. Выкладывай. Вот, держи шлем. Мне пора нанять тебя в помощнике. Давай его чуть-чуть подгоним. Тащи кожу крестаку. Хорошо. До встречи. Так, это я знаю. Кстати, давайте создадим себе... Да. Хороший железный щит. И сыромятный шлем. Не доводилось встречаться с моим отцом. Я помог... Да у тебя талант. Продолжай оттачивать своё мастерство и со временем станешь отменным кузнецом. Оставь кинжал и шлем себе. И поминай меня добрым словом, когда будешь ковать в небесной кузнице. Ну, ладно. Так, что у тебя тут есть? Давайте-ка мы ей продадим всё это, потому что мне... Сромятный шлем вообще не нужен. Это полная Г. И железный кинжал мне тоже не нужен. А вот оружие что у тебя тут есть? Так, железные стрелы у тебя. Остальные стрелы. Остальные мечи. В общем... Так. Остальные слитки у тебя есть даже. Я возьму у тебя... Столько стальных слитков. И... Сейчас что-нибудь я тут... Сделаю. А, стоп, подождите. Я же не могу ничего делать, потому что у меня не то навык. Если хочешь чего прикупить, у меня есть пара вещей. И внутри ещё побольше. Для имперской броню нужна сталь. Я тут думаю, тут нужно железо. Нет, это я не буду пока улучшать. Так, всё, давай, вступай мне место. Не надо стоять сзади. Думаешь, отец ярму свои собственные советы дает? Как бы не так. Кто-то должен давать совет. Нет. Пока что древний Норский меч я не буду улучшать. Ой, древний Норский лук. Я работаю на Белитора. Ладки помогал. Красава. Но сейчас я иду к Ярлу. Сообщать. Потом. Что? Разбойниками я ещё могу справиться. Теперь вот у дракона объявили. Да. Красный драконий я иду сообщать. Здорово, чувак. Приветствую, сородич. Какими судьбами в Айтране? Я ещё богатства. А, значит, ты здесь ради золота. Поспрашивай людей. В Айтране полно народу с другими кошельками и слишком ленивых, чтобы делать что-то самим. Ты здесь живёшь? Всю жизнь тут. Мы, сыны битвы, здесь с самого начала. Вместе с серыми грибами. Наши семьи не одно поколение были близки. Но восстание Ульфрика поставило нас на разные стороны. Мы теперь чуть что сразу к драку. Глупости это всё, я скажу. Говоря, в Скайрим вернулись драконы. Вот это уже серьёзная проблема. Вот этот чувак, Йон, сын битвы, вот он реально правильно говорит, в отличие от других. Потому что драконы это намного опаснее, чем какая-то война непонятная. Так, у нас там поклонитель Талосу. Ну, короче, тот, кто говорит за Талосу, можно сказать. Драконий предел. Дом Ярла. Заходим туда. И сейчас мы сообщим как раз таки ему о нападении дракона на Хелгин. Давай уже. Готово. Что за бесцеремонность? Ярл Балгрупп не принимает посетителей. У меня есть новости из Хелгина о нападении дракона. Ну, тогда понятно, почему Страша тебя пропустила. Идём. Ярл хочет лично поговорить с тобой. Ладно. Так значит, ты свидетель нападения на Хелгин. И там действительно был дракон. Да. Довелось насладиться зрелищем, пока имперцы пытались казнить меня. Правда? Ты очень открыто говоришь о своём преступном прошлом. Но мне плевать, кого там хотят казнить имперцы. Особенно теперь. Я хочу знать, что именно произошло в Хелгине. Имперцы как раз собирались казнить Ульфрика-Буревестника, когда напал дракон. Ну, конечно. Ульфрик как-то с этим связан. Что скажешь теперь про Венгрус? По-прежнему будем надеяться, что стены защитят нас от любой беды. Даже от дракона? Мой господин, нам немедленно следует послать войска в Ривервуд. Если этот дракон прячется в горах, они в страшной опасности. Помнишь ли, что мы переместнулись к Ульфрику и пошли на него войной? Довольно. Нам не следует. Я не намерен сидеть сложа руки, пока дракон сжёт моих водения и убивает моих людей. Ари Ле, немедленно направь отряд в Ривервуд. Да, мой ярлый. Хочу меня простить, я вернусь к своим обязанностям. Это будет лучше всего. Молодец. Весьма разумно с твоей стороны было проявить инициативу и найти меня. Вайтран у тебя в долгу, и я этого не забуду. Вот, прими этот скромный дар в знак моей признания. Зачем мне твоя стрёмная песка приняла? Да, еще кое-чем можешь мне помочь. Для этого пригодятся, наверное, твои особые дарования. Идём, найдём Фаренгара. Моего придворного чарогея. Он занимается вопросами, связанными с драконами и слухами о драконах. Ну ладно, сейчас мы пойдём к нему. А пока что... Пока что мы закончим на этом серию. Я уже довольно долго снимаю, поэтому завершаю. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. С вами был я, Адин. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok